Добрый день, дорогие друзья! Большое спасибо Нурабу Утаровичу за организацию нашего сегодняшнего вебинара. Мы продолжаем цикл, и, как мы уже говорили, в начале цикла мы будем обсуждать так называемые базовые вопросы лапароскопической хирургии. Сегодняшняя тематика касается безопасного использования энергии, и на самом деле использование энергии будет касаться не только лапароскопии, в основном лапароскопии, потому что особенно в лапароскопии это очень важно. Значит, лекция будет касаться безопасного использования энергии в лапароскопии, но на самом деле опыт лапароскопии позволяет также безопаснее использовать энергии, и также в открытой хирургии, и в облагалищной хирургии, потому что правила, они одинаковые. Что касается энергии, в основном мы будем говорить об электроэнергии, об электрической энергии, но не надо забывать, что мы используем очень часто также механическую энергию, и механическая энергия, например, это ультразвуковая энергия, она очень интересная, и мы об этом тоже детально поговорим. Сейчас очень модно использовать лазму, а также лазер возрождает лазер. Если есть вопросы, я не могу ответить, но в основном я буду касаться электрической энергии, механической, и скажем несколько слов, также о плазме. История развития хирургии всегда тесно была связана с историей развития методов гематологии, но не только гемостаза, а резания. Я надеюсь, что вы все смотрели этот замечательный сериал на гемостазе, который описывает на самом деле историю развития хирургии, становления хирургии в Соединенных Штатах, и прототипа главного героя, замечательный хирург Виллиан Халстой, который вообще положил обучению хирургии, резидентурии, и он внедрил вообще принципы обучения хирургии. Развитие методов гемостаза особенно бурно произошло в связи с развитием вообще внедрения в лапароскопии, в хирургию, общую гинекологию. Это видео 90-х годов, видите, старый биполяр, ножницы с использованием монополяра. И как раз с самого начала было понятно, что определенные действия в лапароскопии сложны, из-за того, что угол подхода сложный к тканям, например, вскрыть брюшину, элементарное действие является сложным в лапароскопии из-за того, что у нас угол подхода к этой структуре сложный. Это, например, этап лапароскопической гистеректомии, так называемое окно, но с использованием монополяра это действие становится намного проще и быстрее делается. Это уже наш век, и, видите, инструменты поменялись, робиковый поляр мы используем, норницы уже одноразовые, техника в смысле, в принципе, осталась той же. Конечно, она совершенствовалась за эти годы, но опять пример того, что монополяр, например, которого, к сожалению, многие боятся, как раз монополяр позволяет заполнить те пробелы, которые у нас в лапароскопии из-за эргономии и сложного подхода к определенным структурам. И не случайно, что, например, в роботахирургии, которая сейчас очень усиленно развивается, в роботахирургии, например, основной метод резания это как раз монополярные норницы. Поэтому для тех хирургов, которые боялись монополяра в лапароскопии, для них, например, будет сложно использовать робот. И с другой стороны, все те, которые работают на роботе, и сейчас у нас тоже появился робот, и наши коллеги начали работать, и они делятся опытом, они удивлены тем, что, например, параметры, которые выставляются на роботе, они как раз не соответствуют стандартам безопасности, которые мы уже четко установили в лапароскопии. И как раз проблема осложнений, она остается. В Соединенных Штатах всегда впечатляется частота и количество осложнений. Одно осложнение каждые 50 минут. И видите, в разных таких видео иногда встречается такая фраза, это не вопрос техники, а вопрос технологий. Я с этим не согласен. Мы должны использовать эту технологию, мы должны знать эту технологию, когда есть определенные риски. Опять я повторяю с использованием монополяра, но если разбираться в электрохирургии, и профессионал должен досконально разбираться, то риски сойдут до минимума. С другой стороны, разные производители предлагают разные такие замечательные инструменты, даже в ролике, в рекламном ролике такая замечательная музыка. И с другой стороны, иногда хирурги полностью доверяются такой технологии без и знания основы электрохирургии. Наверное, это объясняет то, что вы видите внизу. Кровотечение с использованием лигошура – это, конечно, не лигошур виноват. Это неправильное использование, неправильные действия. И с правой стороны тоже осложнение при использовании лигошура, при гистеректомии. Если вы обратите внимание, в перерезаниях происходит прямое перерезание, вот, значит, очень-то в этом месте. Но это связано не с использованием лигошура. То же самое было бы, наверное, с использованием обычного гиполара, потому что место гемостаза выбрано очень неправильно. Гемостаз делается очень низко по ребру матки. Инструмент подходит с левой стороны для правого сосуда. И то есть несколько причин того, почему происходит осложнение, неправильно делается манипуляция. То есть тут основная причина – это не электрохирургический инструмент, а неправильное его использование. Иногда мы доходим вот до таких ситуаций, которые я встречал в одной из стран, где, может быть, нет таких больших возможностей. Но, несмотря на это, видите, на операционном столе три таких продвинутых инструмента. И я думаю, что все-таки в современном мире у нас есть определенная ответственность. И одна из ответственностей – это экономическая целезообразность должна соблюдаться. Если пациент обстанет после операции любой сложности, через два часа будет работать на второй день без болей, да, конечно, наверное, такие расходы оправданы, потому что если вы знаете цены этих разных инструментов, то это больше тысячи долларов сейчас лежит на операционном столе, тогда это было бы оправданно. Но нет сегодня, вы не найдете ни одной работы, которая бы показывала большое преимущество вот этих разных инструментов перед стандартным биполяром, у которого свои преимущества, у которого нет у этих инструментов. Например, биполяр, мы об этом много будем говорить, Роби, он был разработан арноватезом, в основном как диссектор, который одновременно делает коагуляцию. Как раз хирургия – это диссекция, мы постоянно повторяем, и этот универсальный аспект, универсальность этого инструмента делает его необходимым инструментом современной лапароскопической хирургии. С другой стороны, инструменты все сегодня упрощаются, все они на цифровом управлении, стоит нажать на кнопку, иногда производители говорят, нажмите на эту кнопку, на первую, вторую, третью, все будет работать само собой. Но опять вопрос не столько в количестве ресурсов, которые у вас имеются, а в правильном использовании. Если вы не знаете их использовать правильно, то всегда вам будет казаться, что вам чего-то не хватает. И, к сожалению, в этой жизни так бывает. Иногда в сложной ситуации, когда что-то не получается, не работает, мы только в этот момент начинаем думать о том, а что это за инструмент, как он должен работать. Поэтому основной информацией на презентации, вы должны всегда владеть полностью всеми инструментами, вы должны полностью владеть энергиями. И как раз, когда появятся проблемы во время операции, это вы отвечаете за все, вы должны быть способны решить основные вопросы, и это никто другой не решит вместо вас. И это как раз основа безопасного, эффективного, быстрого проведения операции с минимумом риска. Очень интересно, что то, что сейчас по-английски написано, потому что так и было опубликовано в английской и американской статье, тут написано, очевидно, только те хирурги, которые потрудились изучить тщательно науку и искусство электрохирургии, должны его использовать, электрохирургию. Для этого, чтобы научиться, нужно иметь на медицинских факультетах, в госпиталях, департаменты электрохирургии, для обучения, для науки, для изучения технических данных и так далее, для обучения студентов. И когда это было сказано? Это было сказано в 1929 году. К сожалению, это никогда не было сделано, и, наверное, это объясняет то, что до сих пор появляются статьи о незнании электрохирургии среди агушерово-гинекологов. Это статья 2004 года. В Большом университете в Австралии, Монак-юниверсити, опросили старших хирургов, консультанты, это старшие врачи, у которых был опыт от 9 до 28 лет практики лапароскопии. Это очень интересный фактор. Кстати, иногда говорят, вот у меня столько-то лет практики. Это, к сожалению, хотя бы с точки зрения знаний электрохирургии, ничего абсолютно не означает. Другие статьи тоже это подтверждают. И также опросили ассистентов. Регистерс – это ассистенты. И они должны были ответить на элементарные вопросы по электрохирургии, и никто из кандидатов не смог пройти письменный экзамен. И я напоминаю, это ведущий университет Монак-юниверситеты в Австралии. После проведенного обучения процент положительных ответов вырос до 18 только процентов, и через год также опросили тех же самых врачей, и результаты, к сожалению, были такими же. Что это означает? Это означает то, что, к сожалению, плохие привычки и незнания, и, можно сказать, даже обычаи в хирургии остаются. И очень сложно от плохих привычек потом отказываться и учиться идти вперед. К сожалению, это очень часто видно как раз на уровне электрохирургии. Эта статья уже 2012 года, и видите, прямо в заглаве написано, хирурги сами не знают того, чего они не знают о безопасном использовании энергии. Эта статья особенно интересна тем, что она была проведена очень таким важным, мощным научным обществом SAGES, американское общество эндоскопистов, который объединяет всех эндоскопистов, гинекологов, общих хирургов, эндоскопистов, которые используют энергии. И тоже был опрос насчет разных параметров электрохирургии. И очень интересно, в этой работе была группа контроля, и группой контроля были лидеры общества. То есть это всегда амбициозные люди, которые должны быть самыми-самыми продвинутыми, знающие все, и видите, процент правильных ответов, процент, это проценты, даже на такие элементарные вопросы определить просто термины, определить входы-выходы генераторов, например, самый низкий ответ у лидеров общества 20%. Почему я на этом настаиваю? Потому что опять-таки опыт, якобы опыт лидерства в обществе научным не означает обязательно знание электрохирургии. И вот я еще приведу одну последнюю статью, потому что одна из последних в 2018 год в американском большом центре военной медицины опросили также обучающихся, фэллоу и хирургов, стафа, работающих в этом центре. И по 100-бальной системе, 100-бальная система была ответов. Видите, даже вот такие хирурги, которые в штате работают, они только на 50%, чуть-чуть больше 50% смогли ответить уверенно, и обучающие еще меньше. Это означает, что есть проблема. Тут на французском, но тоже очень интересно, это мы провели, не публиковали, но провели работу, опрос французских резидентов. Резидент – это интерн, то есть это после окончания 6 лет врачи, которые специализируются в какой-то специальности, это длится 5 лет. И мы специально такие вопросы задавали, каверзные вопросы. Ответьте, что используется в электрохирургии, какой тип электрического тока используется, переменный, постоянный и зеленым цветом, я не знаю. И видите, доминирует, к сожалению, ответ «я не знаю». В зависимости монополяр, в режиме резания, коагуляции, биполяр. И видите, доминирует, к сожалению, я не знаю. Эту работу мы проводили в 2015 году. И в чем последствия? Для меня это самое печальное. Был такой вопрос. Можете ли вы сами отрегулировать, то есть поставить параметры на генераторе электрический, электрическом генераторе в операционной, в зависимости от вашего опыта работы в операционной, то есть меньше двух месяцев и больше двух лет. И видите, даже после двух лет молодые резиденты, я напоминаю, они пять лет учатся, но после двух лет у них уже основные знания, базовые должны быть. Видите, где-то больше 40% еще не способны сами отрегулировать генераторы. И во время первой лекции я вам говорил, что мы очень часто делимся опытом, то есть мы перенимаем опыт пилотов, и они нам всегда напоминают, что хирург, который оперирует пациентку, он отвечает за все. Это не только философский вопрос, это медико-легально. Если будут какие-то проблемы, осложнения, ожоги и так далее, это не резидент, которому сказали, поставь какие-то параметры на генератор, это хирург отвечает. Поэтому хирург должен обучать других и медсестер, и резидентов, но для этого он сам должен замечательно все прекрасно знать. И, к сожалению, из-за незнания, конечно, это карикатура, иногда мы встречаем осложнения, которые просто незнанием объясняются. Иногда, к сожалению, также есть не совсем такой честный подход в определенных статьях, презентациях. Например, в одной американской статье, которая пропагандирует и продвигает, например, лазер и неэлектрохирургические методы, приведена такая картинка. Но вы узнаете, это, конечно, кожный разрез, и в тексте написано, что и видно по картинке, что это большая травма, плохое зажимление, некроз, раны, и пишут, что это вызвано монополярным инструментом, и этого не было бы и нет такого с использованием лазера и других неэлектрических технологий. Но пока я не видел, чтобы мы, например, вскрывали кожу и делали лапаротомический разрез лазером. Поэтому я думаю, это нечестно приводить такие, и не совсем корректно приводить такие аргументы. Тут я могу сказать даже по анализу изображения, тут было использовано, если было использовано, монополярная коагуляция, которая как раз может вызвать такие глубокие поражения в тканях. Поэтому об этом надо поговорить. А это видео я уже показывал насчет неправильного использования электрохирургии. Поэтому, к сожалению, иногда во время выступлений, в конгрессах, конференциях и даже в статьях делаются заключения, которые основаны на неправильном понимании. Misunderstanding – это неправильное понимание, не надо делать из-за не такого правильного понимания, потом заключение. И последнее. HHS – это французская высшая инстанция, которая аналогична американской FDA. То есть это инстанция, которая контролирует на рынке медикаментов, инструментов, всем общества, и оно допускает или запрещает. И для этого они делают также анализ не только литературы, анализ всех осложнений, которые должны передаваться как раз этому организму. Вы знаете, что MDI тоже собирает. У них интересная база данных, называется Mod Database, где можно анонимно сделать такой доклад об разных осложнениях. И на основе этого потом как раз делаются заключения об инструментах. Например, это Mod Database позволило делать определенные заключения по осложнениям, например, влагалищных протезов и так далее. Это просто пример. И во Франции вот такая инстанция, она выпустила тоже такую рекомендацию о том, как уменьшить риски с использованием электрохирургических приспособлений. Видите, текст недавний, 2018 год. И очень интересен анализ. Он интересен тем, что это касается Франции. Это все осложнения электрохирургические, которые дошли до этой инстанции. Может быть, не все было доложено, но во Франции все-таки централизованная страна, если что-то происходит, обязательно всегда делаются определенные потом передачи информации по инстанциям и должны дойти вот до этой последней инстанции. И видите, это касается осложнений, которые произошли во Франции за последние годы с использованием разных энергий. И видите, на первом месте 70% в 614 случаев касалось монополяра. И очень интересно. Термофюжн – это как раз есть лигошур – 16%, 137 случаев, 69 случаев – это ультразвук. И только 32 случая, то есть только 4% на последнем месте биполяр. Даже просто тут можно остановиться и сказать, что монополяр опасен, биполяр безопасен. Но надо профессионалу, конечно, знать намного больше. Это абсолютно недостаточно. И потом в тексте прямо написаны уже рекомендации. Идеально электрохирургический инструмент должен использовать минимальный вольтаж, то есть ток с минимальным вольтажом. Когда пишут в рекомендациях «минимальный вольтаж», хирург, врач должен понимать, что такое минимальный вольтаж, чему это соответствует. Это первое. Второе прямо написано. Эпизоды коагуляции должны быть короткими. Надо прикладываться, отойти, потом снова приложиться и так далее. И всегда надо адаптировать параметры к проводимости ткани. Что это значит? Хирург должен знать, как ткани проводят. Например, мышцы проводят очень хорошо, сосуды проводят очень хорошо, жировая ткань проводит плохо. Поэтому мы поднимаем иногда напряжение электрического генератора, когда работаем на жировой ткани. Жировая ткань – это лабороскопия оментектомия в онкологии. Это вскрытие пространства радиуса, где очень много жировой ткани. То есть мы меняем иногда параметры из-за того, что якобы не работает. Вообще это очень плохая привычка говорить. Не работает – повышаем параметры. Нет, надо понять, почему не работает. Это очень редко, чтобы была причина мощности, которую неправильно выставили в начале. Это тоже медико-легально. Если хирург начал работу, не посмотрев, какие параметры, потом что-то произойдет, могут ему как раз это ставить вину, что он начал операцию так, что не проверил, какие параметры, как в авиации взлететь, не проверяя, все работают или нет инструменты, все параметры и так далее. И еще рекомендация в конце написана. Риски уменьшаются, особенно в дисперсии, это передача вокруг, чтобы не было вокруг инструментов, таких ожогов и глубокого проникновения электронов. Это, конечно, уменьшается с использованием биполяра. То есть такие короткие фразы в рекомендациях, их можно просто, конечно, выучить наизусть, но все-таки надо понимать, чему эти фразы соответствуют. И удивительно, что, например, публикация в 1995 году Американского колледжа хирургов уже говорила о том, что основные осложнения у хирургов случаются в монополярной электрохирургии, и 90% тех хирургов, у которых были осложнения, они использовали как раз режим коагуляции, которые как раз являются высоковольтным режимом. То есть прошло 20 лет с большим, и, к сожалению, продвижения нет. Можно опять упростить и сказать, что коагуляция – это и есть как раз высокий вольтаж, а резание – это является минимальный вольтаж, низкий вольтаж, но это касается монополяра, хотя бы даже на этом уровне надо понимать, что разница в цвете, например, желтый – это низкий вольтаж, а синяя педаль – это высокий вольтаж, и уже сразу в голове, может быть, настороженность появится, когда мы знаем, что коагуляция – это высокий вольтаж, и высокий вольтаж опасен. В любом случае всегда есть риски, всегда есть риски, и как в любой деятельности профессиональное доверие и самоуверенность, такая здоровая самоуверенность появляется только после подготовки. Подготовка означает подготовка самых азов, то есть надо понимать вообще, почему мы используем электрохирургию. Мы используем электрохирургию для того, чтобы вызвать определенный эффект в тканях. В хирургии что нам нужно? Нужно коагулировать, вызвать химостаз, делать химостаз и нужно резать. Но из-за того, что мы используем энергию, мы понимаем, что это связано с определенными рисками, и, конечно, мы все хотим, чтобы риск был минимальным и эффективность была максимальной. И тут как раз, к сожалению, у нас такие прямолинейные подходы. Мы иногда думаем, что, например, повышая мощность, мы повышаем эффективность, но это не так, абсолютно не так. И то же самое, противоположная ситуация, когда мы думаем, что понижая мощность, мы уменьшаем риски. Это тоже не так. Элементарно сразу можно сказать, это как, например, заместительная гормональная терапия, у которой есть определенные риски. Уменьшая дозировку гормона, мы уменьшаем риски, но если очень низкие дозы давать, то уже не будет эффективности. Поэтому надо найти золотую середину. С опытом это приходит. А сейчас уже обязательства у всех производителей генераторов, они должны давать рекомендации, какие параметры выставлять на генераторах. Но опять я повторяю, всегда лучше, чтобы хирург понимал, почему, и какие цифры выставлены на генераторах, он должен понимать, почему. Какое оправдание вот таким параметрам. Я уже говорил, что желтая педаль отличается от синей педали тем, что в режиме резания, это желтая педаль, всегда больше вольтаж, всегда больше вольтаж в синей по сравнению с желтой педалью. И почему это важно знать? Потому что все в основном смотрят на верхушку айсберга. Верхушка айсберга – это мощность, мощность, выставленная в ваттах. И мощность, выставленная в ваттах, например, 40 и 40, если посмотреть на вольтаж, вольтаж абсолютно другой. В режиме коагуляции это 2 кВ, то есть 2000, а тут 400, то есть в 5 раз больше. А нам кажется, если посмотреть только на мощность, то на уровне ткани будет одно и то же. Нет, как раз на уровне ткани выражается вольтаж. Вольтаж – это сила, которая проталкивает электроны в ткани. То есть когда сила 5 раз больше, она 5 раз глубже и сильнее будет проталкивать электроны в ткани, и от этого будет больше какие-то последствия на уровне ткани. Они могут быть хорошими во время хирургии, но также могут быть негативные последствия с точки зрения заживления, с точки зрения образования струпа, такого отдаленного кровотечения, инфицирования ткани и так далее. Поэтому надо детали знать, а не только верхушку смотреть, мощность на генераторах и, например, перенимать, если у кого-то такие параметры, делать то же самое. Нет, надо знать намного больше. Надо знать принципы электрохирургии, надо знать, и это вы знаете, но просто напоминание, мы говорим об электрическом токе. Электрический ток – это течение электронов, прохождение электронов в проводниках, и в хирургии проводником является тело, ткани, разные структуры. Почему особенно важно полностью владеть электрохирургией в лапароскопии? Это в основном связано с тем, что мы работаем с закрытой полостью, то есть с общей точки зрения в закрытой полости надо быть намного еще бдительнее, потому что если что-то произойдет, перфорация, кровотечение, у нас ограниченные методы воздействия и решения проблемы, поэтому в закрытой полости мы должны больше подготовиться к работе в закрытой полости. Это первое. Второе – у нас пространство ограничено, и в основном мы видим только то, что нам показывает ассистент, то, что мы видим оптикой, и у нас поле зрения ограниченное. Например, основная опасность – это перфорация кишечника, и это и происходит, к сожалению, с использованием энергии, особенно монополяра, но кишечник иногда находится вне поля зрения гистероктомия. Пример очень хороший. Мы вскрываем влагалище в конце гистероктомии. Инсуфлятор не позволяет поддержать полностью пневмоперитонию. Кишка падает, и она подходит к тому месту, где мы используем монополяр, и может как раз произойти такое замыкание или искра упасть на кишку, и это как молния входа. Он маленький, невидим иногда, но могут быть потом отдаленные последствия, перфорация, перитонит и так далее. Это связано также с тем, что в лапароскопии у нас нет, например, салфеток, которые прикрывают кишку. Это просто с общей хирургической точки зрения в лапаротомии мы всегда прикрываем кишку, когда работаем на половых органах. А в лапароскопии у нас все освобождено и нет такой изоляции. Это не идеальная изоляция, но в любом случае прикрытие даже салфетками является определенной электрической изоляцией. И также в лапароскопии у нас по сравнению с лапаротомией всегда больше влажности в среде. Вспомните, что мы об этом тоже говорили, мы специально еще увлажняем, мы повышаем влажность, потому что сегодня доказано повышенной влажности, меньше болей и меньше спайк. И это хорошо для лапароскопии, особенно в репродуктивной хирургии. Но с точки зрения электрической мы знаем, что это улучшает проводимость. Поэтому в среде, которую плохо контролируем, где дистанцию сложно соблюдать, расстояние между инструментами и тканями сложно соблюдать. Есть вопрос контроля, также координации действия и изображения. Мы об этом тоже говорили. Иногда сложно оценить расстояние от активного электрода монополярного до ткани. То есть все вот такие детали, они могут накопиться в один прекрасный день. Такие негативные факторы и совокупность таких риск-факторов может вызвать одно из самых частых осложнений. Это искры. То есть это контакт электрический без физического контакта. С одной стороны кишка, с другой стороны монополяр. И в этом проблема, о чем я говорил, момент контакта электрического мы не видим. В отличие, например, от механического контакта, когда происходит перфорация, механическая ножница метроакаром или каким-то инструментом, момент соприкосновения или видели, или чувствовали. Поэтому ищем это место. А также каверзность этих осложнений электрохирургических в этом-то и есть. Есть работы клинические, которые показали, что электрическая перфорация может проявить себя после того, как пациентка выписана через 24 часа, через 2 дня, 3 дня, через неделю описаны, потому что труп опадает, кровотечение начинается или прикрытая была перфорация, и потом это место перфорируется полностью. Поэтому очень опасные как раз электрохирургические осложнения, и нужно все сделать, чтобы их избежать. Поэтому продолжаем. Надо хорошо понимать, что электрохирургия – это всегда прохождение в тканях, прохождение в тканях. Иногда путаются электрокаутеризации. Каутеризация – это просто нагревание электричеством какого-то инструмента, который прикладывается к тканям, но эффект всегда поверхностный, ближе к инструменту. А в отличие от электрохирургии, где ток в одном месте входит в тело, и он идет до возвратного или пассивного обратного электрода, и этот путь будет более-менее длинным или коротким в зависимости от того, что мы делаем и как поставили как раз вот этот нейтральный электрод или возвратный электрод, правильно или неправильно его поставили. Видите, очень много факторов влияет на безопасность и эффективность работы. В любом случае, электрохирургия – это движение электронов, электроны проталкиваются напряжением, и это создает как раз электрическую цепь. В электрической цепи может течь два типа электрического тока. Есть два типа электрического тока, так называемый постоянный, английская аббревиатура DC – direct, и AC – alternative, то есть переменный ток. Почему даже это важно знать? В электрохирургии мы используем только альтернативный, то есть только переменный ток. Почему и с чем это связано, мы тоже это детально обсудим. Конечно, все зависит, какой генератор используется. И в переменном электрическом токе движение электронов меняется. Если в постоянном электроны текут, можно сказать, только от одного электрода к другому, то в цепи переменного тока направление постоянно меняется с определенной частотой. И вот эта частота, как раз она очень важна. Из-за того, что частота меняется, как раз мы можем использовать электрический ток в живых тканях организма без негативных последствий. Мы все это посмотрим. Но опять продолжим базой. Чтобы существовал электрический ток, вообще, чтобы было движение электронов, нужна сила, которая будет их проталкивать. Это так называемая разница потенциала между полюсами генератора или батарейки. Если нет разницы потенциала, то нет напряжения, нет вольтажа и нет электрического тока. Но также нужна материя, нужны электроны, чтобы появился электрический ток. Для электрического тока важны оба показателя и напряжение, и также количество электронов, которые циркулируют. Вольтаж измирается в вольтах, интенсивность или сила тока, измеряется в амперах. И очень важно, особенно для хирургов, очень важно понимание сопротивления, потому что ткани, они плохо проводят, и сопротивление живых биологических тканей высокое. К счастью, можно сказать, из-за этого они нагреваются, и мы можем использовать этот термический эффект для коагуляции или для резания. Но, с другой стороны, это объясняет как раз иногда сложности, когда хирург говорит, не работает, не работает. Почему не работает? Надо сразу понимать, что в основном не работает из-за того, что ткани уже скоагулированы. Если ткани уже скоагулированы, после определенного уровня или глубины коагуляции в тканях нет жидкости, потому что это жидкость, вода, и является основой проводимости. То есть, если нет жидкости, которая выпарилась, то можно поднять мощность до 300-400 Вт, все равно не будет работать или будет работать за счет больших последствий и больших осложнений, потому что нет возможности электрону передвигаться в тканях, где нет жидкости. Вот это надо понимать. Из-за того, что хирурги не так хорошо это понимали, как раз появились легошуры, все такие автоматические инструменты, которые сами вычисляют, они мерят сопротивление ткани. Это просто измеряется сопротивление. И если сопротивление такое высокое, что ток все равно не пройдет, аппарат сам останавливается. Но хирург может обычным даже приполяром просто сам понять, когда выходит жидкость, обычно это пар или пена вокруг бранши, зажима. Когда пена уменьшается, когда хорошо наблюдаешь, видишь, что пена уменьшается. Как только пена начинает уменьшаться, как раз в это время надо убрать зажимы, надо убрать бранши, потому что они еще не будут приклеиваться. Если позже убрать, когда нет пены, пена защищает от приклеивания. Как раз вот бранши, которые остаются горячими, они будут прилипать к тканям. Но такие маленькие детали, они очень важны. И вольтаж, интенсивность и сопротивление. Сопротивление иногда, вот тут написано resistance, это общее такое понятие. Impedence чаще используется для как раз переменного тока, а не для постоянного. Вольтаж, сила тока и сопротивление, это физические параметры. Физические параметры нужно понять. А мощность – это математическая единица, которая дается, это математическая единица за счет определенных формул. То есть мощность, она в физической природе не существует. Мощность, она была высчитана за счет закона Ома. И этот закон Ом, он тоже для хирурга, он очень важен. Надо понимать, что вольтаж зависит от сопротивления и силы тока одновременно, но особенно для хирурга нужно понять, что В – это мощность, зависит одновременно от вольтажа и силы тока. Это элементарно понять. Например, если взять 100 Вт, 100 Вт можно получить за счет 50 В и 2 А, но тоже 100 Вт можно получить за счет 2 В и 50 А. То есть если смотреть опять на окончательный результат, который высвечивается на генераторе 100 и 100, может показаться, что на уровне ткани будет то же самое действие электрического тока и последствия будут одинаковые. Но как раз в этом ошибка и опасность, потому что нет. При высоком вольтаже больше поражения ткани, а при низком вольтаже меньше. Как раз вот на таком уровне надо понимать разницу между коагуляцией и резанием, и к этому мы вернемся много раз. Несколько слов о частоте электрического тока. Почему это так важно понимать? Частота, во-первых, существует только для переменного, и, во-вторых, с этим связаны как раз история и появление электрохирургических генераторов. То, что я вам говорил, уже вот тут написано, значит, можно получить двумя разными вариантами 2 вольта и 50 вольт. На генераторе будет высвечиваться 100. На самом деле на уровне ткани действует физика, а не математика. То есть на уровне ткани будет действовать вольтаж и ампераж. Вольтаж и ампераж. Об этом мы сейчас еще в деталях поговорим, чтобы это было понятнее. Если подытожить эту маленькую главу, вольтаж обязателен для появления электрического тока. Всегда должна существовать материя. Это количество электронов, которые циркулируют. Вольтаж их проталкивает, и всегда есть сопротивление, импеданс, которое мешает прохождению, и в этот момент происходит переход электрической энергии, части энергетической энергии в тепло. Очень часто сравнивают электроэнергию с гидравлической энергией. То есть когда мы говорим о гидравлической энергии, не всегда давление воды. И очень важно для работы воды. То есть вода выполняет тоже определенную работу в разных приспособлениях, аппаратах. Давление воды важно, но диаметр труб тоже важен. То есть давление воды это аналог с вольтажом, то есть сила, которая проталкивает электроны. А количество электронов, которые циркулируют в цепи, это соответствует как раз объему воды, которая циркулирует. А это зависит уже от диаметра труб. На этом слайде это очень хорошо объясняется. Значит, с левой стороны видите резервуар воды, и мы знаем, что давление воды зависит от высоты. Высоты, например, плотины, и от этого зависит давление. То есть с левой стороны давление воды маленькое, то есть V маленькое, вольтаж маленький. С правой стороны давление воды намного больше, потому что с высоты вода опускается. То есть она аналогия к высокому вольтажу. Но смотрите сейчас диаметр труб. В этом примере слева диаметр труб, он большой, это большое А. С правой стороны диаметр труб, он меньше, это маленькое А. Ситуации разные с физической точки зрения, но с математической точки зрения маленькое В на большое А и большое В на маленькое А, это будет опять-таки одна и та же самая цифра. Да, мощность в ватах будет одинаковая. Я это настаиваю, повторяю, чтобы объяснить хорошо, что мощность – это недостаточный параметр, поэтому мощность с генератором исчезает уже. Это будет один объединенный другой параметр, который будет давать большее понимание, чем мощность. Если закончить как раз вот тут этот пример электрический, вот когда диаметр труб минимальный и давление высокое, вы знаете, есть такая система Кархер, мытье под давлением, и мы знаем, что даже может резать, когда очень маленький диаметр выхода воды, а когда большой диаметр, это будет просто наводнение, тут уже давление не так важно с точки зрения эффектов того, что вызывает вода, а тут будет большой объем воды. Еще наглядная анимация, которая показывает, что только при наличии напряжения вольтажа существует цепь и электрический ток, а если исчезнет вольтаж и нет вольтажа, то нет электрического тока. И сейчас мы вернемся к мощности. Мощность так называемого домашнего электрического топа, тока, который у нас дома, это 50 Гц или 60 Гц в определенных странах, в Соединенных Штатах, в других странах. И электрохирургические генераторы, они работают с электрическим током 500 тысяч Гц в среднем, 300 тысяч или 500 тысяч или 300 или 500 килогерц. Почему такая разница? 60 и тут 500 тысяч. Иногда вот такая цифра 500 тысяч этого боятся. Но как раз наоборот. Наоборот, этого бояться не надо. Я напоминаю, что ток проходит через живые ткани. И мы знаем очень хорошо, что при прохождении электрического тока через живые ткани может быть так называемый удар током и от этого умирают. То есть это очень опасный феномен. И очень интересно, что в начале, видите, 1893 год были попытки уже, век тому назад были попытки использовать электрический ток для гемостаза. И многие знают имя Дуаяна. Есть, вы знаете, зеркала Дуаяна. Это очень известный парижский гинеколог-хирург, который очень много нового внес. И мы об этом потом поговорим. Он даже в те годы, в конце 19 века, он использовал запись, запись, кинематографию использовал для обучения, запись операции. И в своем учебнике по гистеректомии есть вот такая картинка, где он показывает использование инструмента, который на самом деле не является электрохирургийским, он является каутером. То есть это каутеризация. Электричество нагревает инструмент. И Дуаян надеялся, что таким инструментом можно будет делать гемостаз сосуды при гистеректомии. Влагалищные он делал. Но это себя не оправдало. Это очень интересно знать историю, потому что, может быть, некоторые помнят, в 90-х годах Курт Зен предложил такой же инструмент, который был похож на биполяр, но на самом деле там ток не проходил через ткань, там браши нагревались электрическим током, называлась термокоагуляция. И, к сожалению, термокоагуляция, она исчезла, потому что она была неэффективной. То есть прохождение в тканях электрического тока является важным для того, чтобы получить эффект в глубине. Но надо помнить, что это может вызвать разные негативные также последствия. В 1926 году Харвей Кушин был первым, который использовал нейрохирургию, как раз прохождение тока через мозг. Почему я на это настаиваю? Что как раз уже в то время поняли, как использовать безопасно. И поэтому не случайно, что как раз в нейрохирургии использовали как раз электрохирургию и первый электрохирургический генератор был произведен неким Бови. И компания, кстати, не путать с Бова, Бова существует до тех пор. Поэтому надо хорошо вспомнить основу прохождения электрического тока это наличие воды, если упростить формулу, это наличие соленой воды. То есть наличие соли, солевого раствора это основа проводимости. Но надо вспомнить, что при прохождении электрического тока в живых тканях происходит три эффекта. Это электролитический эффект. Что такое электролитический эффект? Это разделение как раз молекулы, разложение молекулы соли на анионы и катионы, то есть заряды положительные и негативные. То есть электролитический эффект, электролизис, это, можно сказать, негативный эффект для ткани, это разлагание ткани. Он для электрохирургии не нужен, и он опасен. Второй эффект, очень интересный, это фарадический эффект. Что такое фарадический эффект? Радом вспомнить, теперь, пожалуй, леван, выниматься, дыши, раздывайте, большой экран, это существо. Леван заряжена. Когда леван заряжена, есть такая выключение. Для вас одну секунду. Для вас. Для вас одну секунду. Живые ткани, они постоянно меняют заряды. Поисходит поляризация, деполяризация. Это основа физиологии, это основа жизни. Постоянно происходит с определенной частотой поляризация, деполяризация за счет движения как раз ионов через клеточную мембрану. Что такое фарадический эффект? Фарадический эффект это десинхронизация, десинхронизация и многократное, многомиллионное усиление этого эффекта. То есть, то, что все работает физиологически с определенной поляризацией, деполяризацией, определенной частотой, вдруг усиливается очень мощно и происходит одновременно десинхронизация. Элементарный пример это нормальная работа сердца и фибрилляция. То есть, фарадический эффект это фибрилляция сердечной мышцы. И вы знаете, что бесконтрольная фибрилляция это смерть. И также фарадический эффект касается других мышц, например, дыхательные мышцы, это спазм, титанический спазм и так далее. То есть, фарадический эффект это как раз тот эффект, который вызывает смерть. И поэтому фарадический эффект это удар электрическим током, который убивает, который убивает, но основа фарадического эффекта это нормальный физиологический эффект, который, можно сказать, переходит в злокачественное проявление этого феномена. Фарадический эффект некий Вольта начал изучать на лягушках, вы это все хорошо знаете. Несколько слов все-таки об этой войне, которая была между Томасом Эдисоном и Николой Тесла в начале прошлого века. И, наверное, многие знают, что Эдисон разработал генераторы постоянного тока Тесла, который работал у Вестингауза, который был как раз промышленником, который производил генераторы переменного тока. Между ними была война. это начало 20 века, когда только появляется электричество, большой рынок, огромный рынок в Соединенных Штатах, электроферентификация, это огромный рынок, и между ними была не совсем честная война, особенно со стороны Эдисона. Эдисон хотел, чтобы, конечно, его генераторы использовались, а Тесла понял сразу, что будущего нет для широкого использования постоянного тока, для передачи на расстояние с точки зрения безопасности и так далее. Но в то время переменный ток убивал, он убивал, это было известно, были удары, были такие сметельные случаи, это, кстати, очень хорошо описано в фильме, который вышел недавно, «Война токов». я советую вам посмотреть, там много неточностей, но все-таки очень интересный фильм с очень хорошими актерами. И поэтому Эдисон, для того, чтобы дискредитировать Тесла, он убивал животных, это известный факт, в фильме это тоже затрагивается, он убивал всех животных, которые ему попадались под руку, даже это известный исторический документальный кадр, это смерть слона Топси в Нью-Йорке, которого специально по можно сказать приказу или просьбе Эдисона убили электрическим током, переменным током, чтобы показать, что переменный ток, он опасен, он опасен, и как раз в то время в Соединенных Штатах искали новый метод смертной казни, и эта компания Эдисона как раз разработала первый электрический стул. Я думаю, это все очень интересно, но это прямо связано с медициной, с хирургией, и для того, чтобы все-таки доказать, что переменный ток не опасен в определенных условиях, Тесла продолжал эксперименты, и он дошел до того, что понял и доказал, что безопасность электрического тока связана с высокой частотой, электрический ток высокой частоты может проходить через живые ткани организма, и он сам сидел в этом месте, и через него проходил электрический ток без всякого воздействия, и как раз это положило основу для разработки первых электрохирургических генераторов. Это и есть объяснение, почему мы используем высокочастотные электрохирургические генераторы, которые не вызывают никакого парадического эффекта. Очень интересно, и до сих пор так происходит на разных континентах, разные люди работают, разные ученые работают по одной и той же проблеме, даже сегодня иногда нет такого обмена информации, тем более не было в то время обмена информации, очень интересно, что даже до Тесла французский физик Дансон Валь в 94-м году уже описал по-французски, он уже описал этот феномен, и он описал то, что высокочастотный электрический ток не опасен, не опасен. Почему я настаиваю на датах, потому что сегодня не понимать такие элементарные вопросы просто неоправданно, и он даже публиковал в 1893-м году влияние, физиологическое влияние тока высокочастотного тока на живые организмы, он проводил на добровольцах, через которые он проводил очень слабый электрический ток, он вызывал только возбудение мышц, конечно, без других опасных последствий, и он описал вот такую прямую зависимость парадического эффекта от частоты электрического тока, максимально парадический эффект, то есть самый опасный эффект он при 100 герцах, а потом после 50 тысяч герц он практически исчезает, он никогда не исчезает, но он не опасен для ткани, и это элементарно понять, почему я сказал, что парадический эффект это физиологический эффект увеличенный и десинхронизированный, когда частота очень большая электрического тока, переменный ток происходит, поляризация, деполяризация искусственная снаружи такая обязательная из-за прохождения тока с такой большой частотой, что уже клетка не отвечает, уже не происходит ни поляризации, ни деполяризации, то есть у ионов, у зарядов нет уже времени ни в одну сторону пойти, ни в другую сторону, в конце концов клетка никак не реагирует, поэтому можно сказать, что высокочастотный электрический ток проходит через ткани и может проходить через ткани без наказа, но он может вызвать ожоги, но никакой фибрилляции сердечной мышцы он не может вызвать, я на этом настаиваю, потому что к сожалению до сих пор некоторые производители других не электрических видов энергии они как раз строят свою рекламу на опасности якобы вот такого фарадистского эффекта, который просто физически сегодня не существует и не может существовать. Все это основой медицинского электричества были описаны в 1916 году и поэтому сегодня никак не оправдано незнание это можно сказать выбор. то есть современные генераторы они перерабатывают можно сказать или превращают 60 герц в 3000 или больше герцов и это как раз связано с тем что это безопасно но всегда такой тот высокочастотный называют также радиочастотный что такое радиочастотность радиочастотный электрический ток он вызывает электромеханические помехи электромагнетические помехи чем проблема при высокой частоте электрического тока часть энергии она прямо переходит в волны электромагнитные волны даже это важно знать для хирургов все видели в операционных когда используют особенно монополяр особенно в монополярной гистероскопии помехи появляются на экране мониторе и иногда хирурги не понимают откуда это происходит из-за того что просто монитор плохо защищен электромагнитные волны они всегда образуются они в природе просто высокочастотного электрического тока это уже приемная антенна приемная антенна или мониторы должны быть защищены а мониторы одни части системы обзора и части системы обзора принимающая антенна это камера камеры хорошие можно сказать фирм защищены а если так сказать не очень дорогие камеры иногда используются то тогда может быть у них нет полной защиты и тогда могут появиться вот такие помехи другая проблема с генератором проблема в таком смысле параметры выставлены очень высокие мощность высокая и самое главное используется не нужно используется коагуляция потому что это происходит в режиме коагуляции как я тут показываю обычно когда к нам приезжают это наглядно я делаю но тут это запись такая видите такие помехи появляются только в режиме коагуляции но они не появляются в режиме резания а вот это я просто убрал изоляцию которая на это правый шнур который идет от головки камеры к коробке камеры и как раз вот то что вы видите вот эта часть металлическая часть она экранирует эти волны и поэтому нет помех но если камеры почему камеры дорогие в том числе из-за того что очень много таких защитных систем и механизмов с другой стороны надо знать что даже организация она организация вашей операционной должна следовать определенной логике то есть электрический генератор и камеры должны быть отдалены они не должны стоять рядом потому что тут вопрос волн а не физического перехода электрического тока система должна быть защищена это качество системы и цена и конечно нужно использовать минимальную мощность и минимальный вольтаж значит благодаря высокочастотному току исчезают такие опасные эффекты как электролитические мы кстати не сказали почему он исчезает потому что по тому же принципу у зарядов электролизис это образование зарядов и разложение молекул но когда переменный ток с очень высокой частотой меняет свое направление у зарядов нет времени разойтись это банально элементарно так и молекулы не разлагаются поэтому благодаря высокочастотному току нет электролизиса нет фарадистского эффекта но остается термический эффект что такое термический эффект термический эффект это нагревание нагревание ткани или переход электрической энергии в термическую энергию то есть тепловую энергию электричество можно перейти в тепловую энергию как я уже говорил при каутеризации это пример тостер это пример каутеризации но мы опять говорим об электрохирургии потому что каутеризация известна давно каленым железом каленое железо прикладывали краном делало гемостаз и определенную асептику но надо понимать что при электрохирургии электрический ток в тканях проходит и когда проходит в тканях ткани нагреваются из-за так называемого эффекта джоуля вы знаете английский физик джоуль он написал как раз термический эффект связанный с электричеством он прямо зависим он пропорционален сопротивлению в квадрате то есть чем больше сопротивляются ткани тем больше ткани нагреваются это связано с тем что электроны происходит столкновение электронов которые хотят пройти через проводник как тут показано с атомами проводника и когда происходят эти столкновения в это время выделяется энергия чем больше сопротивляются ткани чем больше нагреваются из-за того что биологические ткани они плохие проводники там много таких компонентов как липиды в основном клеточные мембране из-за этого в основном происходит сопротивление чем больше сопротивление мы знаем что тем больше нагревается и поэтому надо знать что как раз сопротивление высокое и поэтому есть классификация ткани например как тут показано сальник или брыжейка поэтому как раз сальник и брыжейка очень интересная ультразвуковая энергия механическая для которой феномен сопротивления не существует для других тканей например ткани которые мышечные которые хорошо хорошо васкуляризированные которых проходит например моча какая-то структура где мочеточник поэтому мочеточник можно сказать в кавычках привлекает к себе электроны и это может быть одно из осложнений одно из объяснений разных осложнений чтобы все успеть я думаю если я буду так распространяться мы все не успеем я хочу все-таки сказать что когда мы говорим о гемостазе надо вспомнить амбруаз паре который понял много лет назад 1551 год вы знаете что он был военным хирургом и во время битв особенно использовались методы барбарские в то время маслом горячим маслом обрабатывали раны для гемостаза может быть для антисептики но из-за болевого шока была большая смертность и во время одного из боев в Италии когда просто не было этого масла и из-за этого не смогли в то время традиционным методом сделать гемостаз и обработку ран на второй день он обратил внимание что было больше выживших чем до этого когда обрабатывали таким горячим маслом и постепенно он пришел к выводу что вот обработка полных поверхностей таким термическим эффектом не оправдана почему я на этом настаиваю до сих пор вот такие методы разными современными энергиями используются когда вся поверхность плюшины например выпаривается лазером или плазмой и так далее это никак не оправдано никак уже пять веков тому назад Амруас порой понял что надо сделать гемостаз точечным в тех местах где кровит и для этого он предложил зажим он был первым в мире хирургии кто предложил для гемостаза зажим а сегодня у нас комбинация зажимов с термическим эффектом и это есть например биполяр поэтому можно долго говорить но к сожалению все не успеет значит термический эффект позволяет резать и коагулировать на генераторах очень много разных возможностей на старых было это чистое резание бленд смешанная фундурация диссикация не всегда хирурги понимали в чем разница и поэтому те которые более или менее понимали они говорили резание это желтая педаль коагуляция это синяя педаль но на самом деле чуть-чуть сложнее вопросы во-первых надо понимать что термический эффект он может быть определенного уровня ткани могут нагреваться до определенного уровня и это мы можем контролировать с другой стороны есть время сколько длится термический эффект на тканях то есть это тоже мы можем контролировать когда ткани нагреваются до 43 градусов никакого последствия на нормальных клеток нет когда нагреваются от 43 до 70 градусов Цельсия происходит коагуляция что такое коагуляция начинается коагуляция это денатурация протеинов это денатурация протеинов например в крови образуются сгустки которые закупоривают сосуды изнутри но с другой стороны в сосудах есть эластин и коллаген и эластин и коллаген они смущивают под термическим эффектом и поэтому происходит сваривание ткани поэтому сваривание ткани силинг это не Легашур придумал это всегда происходит когда мы используем зажим и проходит ток через бранши зажима то есть биполяр всегда делал силинг но просто старые биполяры гибкие они нехорошо зажимали сосуды и очень интересно если нет эластина в стенках тканей то коагуляция плохо происходит потому что диаметр сосудов не уменьшается нет эластина в каких тканях когда варикозно расширенные вены поэтому варикозно расширенные вены плохо поддаются например коагуляции для варикозно расширенных мер надо зашивать прошивать или стаплеры использовать такие детали надо знать когда долго длится до 70 градусов, то это необратимая коагуляция. А чтобы сразу была необратимая коагуляция, нужно нагреть ткани до 70 градусов. Если сразу нагреть до 100 градусов, то происходит выпаривание, и выпаривание, образуется пар очень быстро, и ткани разрываются, и разрыв ткани дает эффект резания. С другой стороны, нужно опять понимать, с какими тканями мы работаем. Когда у нас определенная энергия, энергия не меняется, но с другой стороны два типа тканей – белок и желток. Мы знаем, что белок очень быстро происходит в коагуляции белка для желтка, который другого состава, нужно больше времени. И проблема живых тканей как раз в том, что все перемешано. И поэтому все эти дорогие инструменты, которые должны проверять сопротивляемость ткани, они иногда ошибаются. Почему они ошибаются? Потому что в разных местах захвата разная композиция ткани, по-разному ткани. Иногда много мышц, и это быстро коагулируется. В других местах больше жировой ткани и не так хорошо коагулируется, и не всегда полностью инструмент позволяет это контролировать. Поэтому все-таки я считаю, это не ретроградный подход, но я считаю, что лучше разделить функцию коагуляции и резания. В Бегашуре всегда коагуляция резана не одновременно. Но лучше контролировать хирургу самому коагуляцию и потом решить, в какой момент резать. Поэтому мы до сих пор, и не только я, я ученик Арноватеза, все вы знаете, и до сих пор он использует биполяр-ножницы как более современный, кажется странным, но это более современный подход, потому что он основан на работе мозга-хирурга, а не на работе процессора-генератора, который все равно не дотягивает до мозга-хирурга, не должен дотягиваться. Термический эффект в режиме резания, значит, разрывает, в режиме коагуляции происходит выпаривание. Вот это очень важный слайд. В режиме резания ткани нагреваются очень быстро до 100, разрываются, это резание. В режиме коагуляции нам не нужен разрыв ткани. Происходит образование пара, ткани сморщиваются, появляются сгустки, эластин сморщивается, коллаген сморщивается и происходит сфаривание ткани, особенно с сосудом. У нас неинтересна коагуляция для сосудов. И очень важно понять, как это происходит с точки зрения электрической. Когда в режиме резания мы нажимаем на педаль, начало нажатия на педаль, и температура поднимается постепенно и очень быстро, чтобы достичь 100 градусов. Почему? Потому что электрический ток проходит постоянно. Если переменный ток проходит постоянно, когда мы нажимаем в режиме коагуляции на педаль, что мы сказали? Если достичь 100 градусов, ткани будут разрываться, и у нас никогда не будет гемостаза, будем только резать. Для того, чтобы был гемостаз, температура, уровень температуры не должен превышать 70 градусов. Как остановить поднятие температуры? То, что у нас кривая, как остановить эту кривую? Как поддержать температуру среднюю до 70 градусов, чтобы не было разрыва, а была бы только денатурация протеина в исморщивании эластина? Для этого надо прекратить, технически надо прекратить прохождение электронов в тканях. Поэтому в режиме коагуляции есть паузы. Есть паузы. Одна и та же продолжительность. Одна секунда. Одна секунда. С левой стороны в режиме резания ток проходит постоянно. В режиме коагуляции есть паузы. То есть проходит такими хашами, проходит порывами ток. И это позволяет поддержать температуру. Но посмотрите, почему я сказал, что формула мощности, закон Ома, он очень важен. В режиме резания, когда ток проходит постоянно без остановки, большое количество электронов, то есть высокая сила тока, high intensity, мы можем уменьшить вольтаж. Работа делается за счет силы тока, и вольтаж высокий не нужен. Если в режиме коагуляции есть паузы, это означает, что во время пауз ток не проходит. То есть общее количество электронов уменьшено. И чтобы поддержать термический эффект, нужно увеличить вольтаж. И в этом проблема. Увеличенный вольтаж проявляет себя уже другими побочными явлениями вне поле операционных. В этой анимации это очень хорошо показано. Вольтаж – это высота, помните, да? Чем выше высота, конечно, будет больше побочных явлений. Тем глубже вольтаж будет проталкивать электроны в ткани. Чем больше вольтаж, тем глубже будут электроны уходить. В ткани не нужно. Мы работаем в одном месте. Не нужно прогонять электроны глубоко. И не нужно вызывать динатурацию тканей в отдалении от места разрезов. Динатурация нужна только на уровне сосудов. Вот это самое большое непонимание всех разных методов использования плазмы и так далее. То есть коагуляция, динатурация больших поверхностей – это не современный подход. Это подход средневековой до Амбруаза Паре, до 1551 года. И все объясняет вот эта формула, почему в режиме коагуляции у нас высокий вольтаж. Видите, в режиме резания даже бумага обычная является сопротивлением между возвратным электроном и активным. А когда я перехожу в режим коагуляции, смотрите на стрелку, то тогда уже даже бумага не является сопротивлением. Поэтому в режиме, в чистом режиме резания вольтаж минимальный, и вся энергия концентрируется, можно сказать, на уровне кончика электрического скальпеля. И это дает самый хороший разрез. Электрический скальпель в чистом режиме резания дает самую лучшую резку. А в режиме коагуляции можно, конечно, всю площадь коагулировать. Кажется, что не кровит, но мы не нужно будем некротизировать ткани в глубине. Эта картинка тоже давно известна. С левой стороны это чистый режим резания, посредине блин смешанный, а с правой стороны это коагуляция. Видите, в чем разница? Разница в глубине проникновения эффекта, термического эффекта. В режиме резания термический эффект глубоко не уходит. И нет обугливания, шарик на обугливании. Коагуляции, посмотрите на белый цвет ткани, то есть это денатурация этих тканей. Она объясняет то, что вот такие ткани плохо заживают. Даже узлы могут разойтись, швы разойтись. И потом будет струк спадать, повторное кровотечение, инфекция и так далее. То есть это сегодня уже делать не надо. Это прямо связано с вольтажом. Режиме резания, чистого режима резания, минимальный вольтаж. И поэтому такая диффузия латеральная и обугливание минимальное или даже вообще не существует. Почему это так важно? Я еще провел такие маленькие эксперименты на желтке. Можете посмотреть. Это не желток, это белок. Я работаю в режиме резания. Видите, я нажимаю на желтую кнопку, ничего не происходит, потому что вольтаж минимальный, сопротивление белка высокое, и ничего не происходит. Сейчас я нажимаю на синюю кнопку, и видите, вольтаж такой высокий, что этот желток, он коагулируется очень быстро. И можно вот так новую такую разработать кулинарный метод, новый с использованием электрохиметрического генератора. Можно подготовить такую яичницу. И поэтому объяснение вот той картинки, которую я вам давал, это наверняка пример использования монополяра в режиме коагуляции, чего делать не надо. То есть вся опасность напряжений. Напряжение, например, фульгурация – это высокое напряжение. И опасность лапароскопии еще в том, что если, например, в лапаротомии мы контролируем весь инструмент, то в лапароскопии часть инструмента вне поля зрения. И если в этом месте есть дефект изоляции, то через дефект изоляции может произойти вот такой контакт, перенос энергии на кишку, например, сосуд. И это вне поля зрения будет перфорация или будет кровотечение. Очень важно также хорошо понимать разницу, что мы постоянно говорим монополяров-биполяр. И, к сожалению, я извиняюсь, но у нас в тренинг-центре до 1000 человек проходит в год. Иногда задают такие вопросы между разницей биполяром-монополяром, что мы понимаем, что надо даже об этом еще раз поговорить. При поляре электрический ток проходит между браншами в зажатой структуре, в сосуде в основном. И очень важно, что длина пути электронов маленькая, короткий путь. И поэтому тоже, кстати, мощность, она всегда меньше монополяр. Потому что короткий путь и большой мощности не монополяр, биполяр, извиняюсь. Монополяр ток идет всегда от активного электрода к обратному или к пассивному, или к нейтральному, как хотите. И путь, он всегда длиннее. Поэтому всегда для преодоления такого длинного пути мощность всегда больше. И от этого тоже увеличивается риск монополяра. Начнем с монополяра, потому что это простой инструмент. И исторически он появился в начале. Основной принцип монополяра – это как раз отхождение электронов от активного к пассивному или нейтральному электрону. И в природе происходит то же самое. Попадание молнии на самом деле – это отхождение электрического тока от активного, то есть, например, от заряженных облаков к нейтральному. Земля – это нейтральные электроды. Это очень хороший пример. То есть молния падает в одном месте, но видите, ответвление в других местах. То есть если рядом разные структуры, например, сосуды, мочеточник, они тоже могут получить разряд и будут последствия осложнения. Это большая проблема монополяра. Полностью контролировать и предвидеть возврат электронов от активного к нейтральному невозможно. В любом случае ток будет идти по пути наименьшего сопротивления. И наименьшее сопротивление – это место, где мы работаем, потому что путь он короткий. Но наименьшее может быть также мочеточник, потому что он хорошо проводит. Могут быть сосуды, которые хорошо проводят. И могут быть кишка, которая тоже хорошо проводит. Поэтому нужно понимать, какие ткани хорошо проводят, которые проводят плохо. И с использованием вот этих замечательных 4К мы видим прямо, видите, как идет вот ток по сосудам. Видите, как электрический ток прямо идет по сосудам к обратному электроду. И это объясняет разные осложнения. Это наше старое видео, видео из Хермона, вскрытие пространства Редиуса рядом с короной Мортис. В то время это была лапаротомия, в регионе корона Мортис много сосудов. Это работает хирург, он коагулирует воронку-тазовую связку, аднексектомия после гистеректомии. И куда идет ток? Он идет по воронку-тазовой связке. Но смотрите, чего касается воронка тазовая? Касается кишки. Сейчас не видно, но вы увидите, что кишка будет сильно поражена. Почему она поражена? Потому что в этом месте ток идет только по этому пути. Воронка тазовая, кишка. И, конечно, тут уже головная боль. Резенсировать, не резенсировать, что делать. Но самое главное, можно было этого избежать, используя биполяр или просто используя лилегатуру. Это параортальная лимфоденектемия. Работать монополяром на сосудах, я думаю, в 21 веке никак не оправданно с огромным опытом теоретическим, практическим, который имеется. Хирург работает очень точно. Поэтому я всегда привожу этот пример для демонстрации того, что хирургия – это не только работа рук. Тут руки работают очень точно. Это видно. Миллиметрические движения. Но использовать наортимонополяр – это, конечно, большая проблема головы. То есть никак такого делать нельзя было. Тут, может быть, хирург работает хуже. То, что движения неточные. Но та же самая ошибка. Использование крючка для лимф аденектомии на воздушных сосудах. И поэтому то, что произойдет, это, конечно, можно было предвидеть большая перфорация воздушных сосудов. Монополяр – простой инструмент. Стоит изолировать какой-то инструмент, и мы можем его превратить в монополяр. Поэтому они недорогие инструменты. Любой инструмент можно подключить в цепь монополярную. И наше предпочтение – как раз ножницы, которые тоже были разработаны в Одессе, который большой адепт монополяра. Но ножницы должны быть одноразовыми, потому что от термического эффекта ножницы-бранши тупятся. Или одноразовые должны быть, или вы должны менять вставки. И у штопцы есть, например, одноразовые вставки для многоразовых браншей. Монополяр – в основном инструмент резания. Я использую минимальную мощность, почему я на этом настаиваю, мало дыма, 50 Вт в режиме резания. И такие ткани очень удобно резать в монополярах. Конечно, многие скажут, что ультразвук. Да, можно также ультразвуком, но я лично все-таки считаю, что использовать только для разделения спайк в гинекологии ультразвук – это дорогое удовольствие. Если бы у нас была резекция кишечника, резекция, большая резекция, где постоянно мы работаем на жировой ткани, тогда было бы оправданно. Для резания блюшины – очень удобный инструмент, видите, только для поверхностных действий, для вскрытия блюшины, для вскрытия влагалища. И это видео я всегда показываю. Смотрите на цвет ткани. Цвет ткани, он очень важен. Ткани не обуглены. Почему это так важно? Видите, воскуляризация сохранена. С учетом того, что тут салфетка во влагалище, вы, наверное, поняли, это иссечение глубокого эндометриоза. Глубокий эндометриоз вызывает диспарение боли при половом акте. Если ткани будут плохо заживать в этом месте, в заднем сходе влагалища, будет опять диспарение. То есть глупо делать хирургию в течение трех-четырех часов, выделять мочепрочник, выделять кишку, чтобы дойти до этого этапа хирургии. Это окончательный этап иссечения эндометриоза. Взять на себя столько рисков, и потом клинический результат будет такой же. Поэтому надо думать о том, как ткани будут заживать. Поэтому влагалище ни в коем случае нельзя обугливать, нельзя его травмировать. Конечно, кровит иногда, конечно, кровит. Но как раз вот пример того, что в этом месте надо делать химостась. Почему это видео также интересное? Это старое видео от НАСК, они сопернируют в поликлинике, в старом здании. Это все к тому, что принципы такого подхода, монополяр для резания, в чистом режиме резания, биполяр для коагуляции, у нас этот стандарт установился уже давно, даже до появления рода. Поэтому нужно иметь определенные специфические, я говорил, что это не специфические, можно ножницы подключить, но это точечный электрон от шторца, он очень удобный, мы его широко используем. Я вскрываю этим матку при неомектомии, потому что тоже мышцы нельзя травмировать. Это риск-фактор разрыва матки. Влагалище этим вскрываем при эндометриозе, при нематочной беременности и так далее. И очень важна поверхность, которая очень маленькая, мы об этом еще поговорим. И, конечно, нельзя использовать, пожалуйста, коагуляцию. Тут хирург в видео, которое на Ютьюбе говорит, что он использует коагуляцию, потому что влагалище не кровит. Это вскрытие влагалища в конце регистрационной. Видите, какие искры летят, потому что высокий вольтаж. Высокий вольтаж, но смотрите, ткани полностью обуглены. Да, нет капельки крови, но ткани не будут заживать. Заживать и потом будет расхождение свода влагалища после дистректомии. Я не останавливаюсь на работах, где показано, что расхождение свода влагалища после дистректомии связано с использованием монополярной коагуляции или ненужной коагуляции диполяром всего свода влагалища. Поэтому монополяр является идеальным инструментом для резания. Конечно, есть определенные риски, поэтому должны иметься навыки, и нельзя злоупотреблять монополяром. Пример злоупотребления – это лимфоденектомия. И самое главное, нельзя подражать кому-то, потому что вы увидели, что кто-то работает монополяром, если не полностью владеет техникой и теорией электрохирургии, то монополяр может плохо закончиться. Что касается диполяр, диполяр с технической точки зрения, он с одной стороны проще, потому что электрический ток полностью контролируется, между броншами он проходит. И тут тоже маленькая такая экспериментальная модель на желтке. Видите, когда я нажимаю на педаль, как происходит коагуляция между броншами. Я вам это еще покажу. Почему? Можно сверху тоже снять видео. Почему это важно? Потому что в рекламе, например, Легошур, говорится, что у биполяра есть периферическая коагуляция, это опасно для ткани, а у Легошура нет. Никакой периферийной коагуляции у биполяра нет. Среда она везде одинаковая, но при использовании биполяра коагуляция происходит только между броншами и минимально даже нет налета на броншах с наружной стороны. Есть разные модели, я долго не буду говорить. Эта модель была разработана, вот эта 38610 была разработана, МДФ была разработана, ботезом как раз для одновременно диссекции. Это диссектор, диссектор и при необходимости можно сразу делать гемостаз. И, конечно, можно делать гемостаз сосудом. Просто нужно понимать, что когда мы используем биполяр, вначале коагулируются только те ткани, которые ближе к броншам. Красным цветом показаны ткани, которые скоагулированы. В них нет жидкости. И вспомним, что если нет жидкости, ток не проходит в глубину. Поэтому, если сразу резать одним махом, то будет кровотечение. Поэтому, как на проводах, нужно снимать изоляцию постепенно, постепенно, постепенно. Видите, тут 3-4-5 слоев. Нужно 5-4 раза приложиться биполяр и то же самое нужницами. И нужно научиться снимать. И поэтому, когда так не делается, и только за один раз есть желание перерезать сосуд, то, конечно, будет кровотечение. Вначале опыта такое бывает. И потом мы сами тоже учимся убирать коагуляцию. Убирать коагуляцию, потому что скоагулированные ткани – это изоляция. Кажется, что медленно идет хирургия, но нет. На самом деле, наоборот, всегда будет медленнее и дольше длится эмоостаз, если кровит. Потому что можно скоагулировать сосуд, чистый сосуд. Но когда сосуд кровит, намного сложнее, потому что скуски крови мешают. То же самое, когда у вас брюшина под браншами. Нужно научиться убирать брюшину. Брюшину, то есть оголять сосуд. Это воронкотазовая связка. На уровне воронкотазовой связки у вас сосуды под брюшиной. Когда вы скоагулируете брюшину, она будет мешать прохождению тока к сосудам. Если срезать за один раз, то будет кровить. Поэтому, если все это хорошо понимать, можно сегодня работать практически без кровотечения. Если правильно соблюдать все правила и все принципы электрохирургии. Было сложнее с гибкими биполярами, поэтому, пожалуйста, гибкие биполяры надо убрать. Потому что зажим, зажим, он очень важен. Есть разные модели, можно долго говорить о зажиме. Модель Баттеза, который на самом деле зажил Манеса. Поэтому он удобен, например, для предыдущего неокиста. Эта комбинация идеальная РОБИС, последняя модель у Абтакона, Абтакона 3-го 400, который даже визуально отличается. Меньше дыма, может быть, для вас сразу не так видно. Эффективность больше, и то, что меньше дыма, от этого меньше даже загрязняется оптика. Также на сосудах можно использовать, конечно, если это не огромная перфорация, конечно, нужно поддерживаться здравого смысла. Видите, маленький разрыв ломбарных сосудов, это препаратальная лимфодонекотомия, то есть это вена-кава, полая вена, можно скоагулировать биполярами. Конечно, монополярами делать это не надо. Лучше всего, вначале сдачать, вначале сдачать какие-то зажимы, сдачать в Манеса, без узильчика, и потом, когда видим просвет сосуда, уже скоагулировать, уже без сосудов, без сосудов, и только кончик. Еще несколько примеров опасности монополяра и биполяра. Ультракрасными лучами можно увидеть термический эффект, зеленым цветом показан фон, в животных мы это делали с ФАТЕ за много лет назад, эксперимент. Белый цвет и красный – это высокая температура, при биполяре все сконцентрировано вокруг зажима, а при монополяре видите островки нагревания, белый цвет – это 80-90 градусов. Мы работаем тут, вскрываем лагалище тут, а тут можно перфорировать мочеточник. И это является объяснением, может быть, некоторых осложнений с использованием монополяра. То есть заключение нужно использовать и биполяр, и монополяр, биполяр для диссекции, биполяр для захвата, биполяр для коагуляции больших сосудов, а монополяр в основном для резания, и также можно использовать монополяр для резания маленьких сосудов. То есть мы подытоживаем эту главу. Современный биполяр, особенно робби, он очень удобен для диссекции, и, конечно, монополяр в режиме коагуляции использовать не надо. Очень интересный вопрос. Во многих операционных, где мне приходится работать, очень часто мы видим четыре педали. Современный подход, современные рекомендации. Современные… Пожалуйста, монополяр подключайте только, выставляйте, сегодня элементарно выставить на желтую педаль. Синяя педаль только для диполяра. Синяя педаль для монополяра в современной хирургии не должна использоваться. Синяя только для диполяра. А то можно вас. РБ, и почему я это еще показываю, иногда не только три, четыре педали. Я веду даже в одной операционной пять педалей. И извиняюсь перед девушками, если перепутать педали, то дело может плохо закончиться. И, конечно, вот тут пример того, когда перепутали педали. Но это была, конечно, такая добрая шутка. Как еще монополяр? Монополяр нужно вспомнить, что термический эффект зависит от ткани. К – это константа. Т – время приложения. Чем дольше остаемся, тем больше будет ткани нагреваться. Термический эффект пропорционален интенсивности или силе тока в квадрате. И обратно пропорционален площади приложения в квадрате. Это очень важная формула для хирурга. Элементарно. Это называется плотность энергии. Плотность энергии. Плотность энергии – что это значит? Когда энергия прикладывается к тканям на очень маленькой площади, то тогда происходит разрез. Разрез. А если энергия распределяется на большой площади, потому что энергия одна и та же, мы в закрытой цепи работаем, на большой площади распределение энергии не вызывает термического эффекта. Это объясняет как раз ожоги под электродами, когда они отклеивались или плохо прикладывались электроды. Это объясняет, к сожалению, до сих пор, когда используются в некоторых местах, в некоторых странах металлические электроды. Пожалуйста, выбросьте металлические электроды, я покажу ожоги от этих. И то же самое с механической энергией. Когда на маленькой площади прикладывается гвоздь, заходит очень легко, а когда распределяется энергия тех же гвоздей на большой площади, никакого эффекта нет. И это, кстати, объяснение всех тех магических представлений, которые в некоторых странах, например, в Индии. Поэтому все, что предназначено для резания, является таким... С маленькой площадью должно прикладываться. Даже в одной цепи, чтобы понять, видите, площадь вдруг уменьшается, и в месте уменьшения площади большая концентрация электронов, и это вызывает термический эффект. Можете еще раз посмотреть. А, нет, это уже другое, я извиняюсь. Поэтому, когда я говорил, можно умно использовать монополяр, что это значит? Когда у вас такой сосуд маленький, нет рядом биполяра в поле, например, не надо искать биполяр. Можно приложить ножницы большой площадью. Из-за того, что будет распределение на большой площади, я гарантирую, я нажимаю на желтую педаль, мы получаем, хирургически получаем эффект коагуляции. Тут хирург старается, видите, браншей сделать коагуляции. Браншей невозможно, потому что диаметр сосуда больше, и из-за того, что диаметр сосуда больше, конечно, у нас получится эффект резания, а не коагуляции. То есть надо научиться играть площадью. Видите, тут сосуд большой, даже такое приложение площадью ничего не даст. Тут надо взять биполяр. Не получится. Всегда тут будет доминировать резание. Поэтому, то, что я говорил, для коагуляции нужны большие электроды, это широкие электроды, для резания нужны тонкие электроды. Это и есть также объяснение того, что мы видели, то есть перфорация аорты, потому что хирург работал очень точно, то есть он прикладывался только кончиками ножниц. И поэтому мы переходим плавно к осложнениям. Осложнения могут быть на уровне обратного электрода. Может быть, некоторые помнят эту картинку. Это пример ожога под металлическим электродом. Во-первых, под зад нельзя подкладывать электрод, и вообще нельзя подкладывать. И тут очень наглядно видно. Электрод должен был прикрывать всю поверхность, а из-за того, что он не прикрывал всю поверхность, из-за уменьшения площади контакта, вы помните, да, что термический эффект повышается в квадрате, поэтому был ожог только в тех местах, где был контакт. А это моя личная коллекция в разных местах. К сожалению, этот электрод до сих пор используется. И это старая, это не моя коллекция. И тут как раз тоже объяснение. Это публикация, видите, 2019 года. Тут уже другой механизм. Тут так называемая утечка нога у пациента, ребенок, кстати, касалась операционного стола, потому что электрод обратно в этом месте не прикладывается. Из-за того, что проводимость была операционного стола к земле, была лучше, был в этом месте ожог. И поэтому мы переходим к другой главе ожогов. Это так называемые ожогы в альтернативных местах контакта, электрического или металлического. Это тоже историческое фото. Ожог на уровне электродов. Почему был тут ожог? Потому что площадь маленькая. Сегодня этого не может быть, потому что, во-первых, контролируют генераторы. Все электроды уходят к нейтральному, он называется пассивным, но не пассивным. Сегодня генераторы контролируют, как истроскопии. Сколько жидкости во что, сколько жидкости вышло из пациентки. То же самое. Сколько электронов генератор пустил в тело и сколько электронов генератор получил через обратный нейтральный электрон. Поэтому контроль на уровне электродов, если используются правильные электроны, с другой стороны, сами системы электрокодиографов изменились. Поэтому сегодня таких осложнений не должно быть. Но опять 2019 год, видите, это второе осложнение из той же команды из Бразилии. Видите, контакт с операционным столом, с металлическими частями операционного стола. Это означает, что надо постоянно полностью контролировать, не касается ли пациент металлических частей операционного стола. Им нужно использовать электроды, которые бы предотвратили такое осложнение. Электроды, у которых две части, так называемые сплитовые электроды, как раз то, что они состоят из двух частей, это позволяет контролировать специальные такие двойные электроды. Они для контроля, потому что контрольный электрический ток, это показан красным цветом, а синим цветом показан рабочий электрический ток. Этот электрический ток красным цветом тестовый проверяет правильно или полностью приклеен этот электрод к коже. Если происходит отклеивание или какие-то другие проблемы проходимости, генератор сразу останавливается. Поэтому это сегодня обязательство, обязательство, обязательство использовать такие электроды, которые позволяют делать тест, то есть он постоянно проверяет, правильно лежит электрод или нет. Поэтому такие электроды уже, эти электроды, которые очень широко используются, они давно запрещены в Европе. Я знаю, что во многих местах используются, хотя бы не надо так делать, видите, вот так скотчем прикреплять и так далее. Лучше инвестировать в одноразовые, потому что сегодня, видите, что происходит, осложнение вакцин ковида один на миллион, и даже с этим население не согласно. Поэтому постепенно будут за все цепляться пациенты, поэтому лучше инвестировать в то, что сегодня положено по стандартам. И по стандартам положено не так делать, а использовать только те электроды, которые приклеиваются, и они разные модели разных компаний, и надо их тоже правильно ставить. То есть ни в коем случае не надо ставить под колено, потому что колено плохо проводит, или над коленом, или ближе к плечу, если и на туловище работаем, или сбоку, но ни в коем случае в этом месте. Значит, идеальное место приложения электродов для нашей хирургии, для тазовой хирургии, это передняя латеральная поверхность бедра. Передняя латеральная, внутренняя поверхность бедра, она освобождается для асептики. Единственным исключением являются протезы бедра, когда нужно ставить вбок, особенно когда с обоих сторон, потому что если с одной стороны протез, нужно поставить электрод с другой стороны, где нет протезов. Есть даже работы, которые изучали, что будет, если поставить с той стороны, где электрод, ничего не будет, если не используют монополяр, просто металлические части импланта протеза нагреваются, и если головка протеза находится в пластической части, то есть это из пластика, а не из керамики, то, может быть, нарушится функция сустава искусственного. И, конечно, опять-таки, нужно ставить так, чтобы не было складок. И также по всем рекомендациям, если есть татуировка, нельзя ставить на татуировки, особенно красный цвет, потому что красный пигмент – это железо, и будет потом картинка испорчена. Есть ситуации, которые непонятны, почему происходят ожоги. Это после гистроскорпии, это просто к тому я показываю, что такие электрические ожоги, тут механизм не до конца понятен. Ожоги под электродами такого типа, они заживают очень долго и болезненно. Это тоже, кстати, не такая картинка искусства. Это ожоги под плечом. Почему под плечом, непонятно. После гистроскорпии, но однозначно, однозначно, я знаю, это друзья прислали из одной из стран, когда они поменяли электроды, то таких ожогов больше не было. В любом случае, это вопрос электродов. Я могу долго продолжать, но у нас не будет времени. Очень интересный феномен, так называемый перенос, нет, есть прямой перенос, когда металлическая часть касается кишки и происходит прямая перфорация, когда плохо контролируется изображение плохого качества, не видно, где мы работаем. Это классика на уровне воздушных сосудов. Смотрите на браншу ножниц, как они уходят в ткани бесконтрольно. Такой прямой перенос. И я всегда показываю свои собственные ошибки. Я не очень хорошо контролировал кончик и коснулся кишки, но с учетом того, что я использую короткое прикасание, чистый режим резания, никаких последствий не было. Но, конечно, это плохо, и надо контролировать все, что мы делаем. И в этом проблема монополяра, в монополяре надо все контролировать. А это тоже очень интересная публикация. Недавно была из-за Бразилии. Видите, хорошая камера, спайс и так далее. Они решили разрезать фиброму после мионектомии монополяра. Пожалуйста, даже в голову вам не должна прийти такая идея, потому что от фиброма уже отдалена от матки монополяры. Как ток пойдет к обратному нейтральному электроду? Он не может пройти через зажим, который держит его, потому что он изолирован на стене, где он в пластическом тракаре. Смотрите, ток идет через кишку во время прикосновения. Если обратить внимание, тут даже искры идут. И в конце операции к хирурге обратили, во-первых, они не смогли разрезать, обратили внимание на то, что был вот такой белый цвет, решили, что это ничего страшного нет, но я напоминаю, это монополяр, и поэтому пациентку, я извиняюсь, там конец надо было посмотреть, поэтому пациентку в конце операции решили остановиться, видите, ушли, но, как описано в статье, вот такая ситуация дала через 24 часа такой разлитой перитоник с перфорацией тонкого кишечника. Роботы, да, роботы используют мощный монополяр, и то же самое нужно контролировать, видите, кремя от переноса, я буду постоянно повторять, проблема монополяра, это нужно очень четко контролировать, чего касается сам монополяр, и можно передать ток через оптику, то есть коснуться к оптике, которая неизолирована, и со своей стороны от оптики будет потом искра на уже другой орган, кишку, проблема изоляции, долго об этом можно говорить, то есть перенос может произойти также через не прямо, через активный кончик, активный монополяр, но также через зону изоляции, тоже мы сделали маленькую симуляцию, видите, кончик дает какой-то эффект, мы сконцентрированы в этом месте, в лапароскопии, и не видим, что происходит на уровне дефекта изоляции. Конечно, я специально сделал большой дефект, но иногда минимальный дефект, который даже до лазера не виден, он достаточен для того, чтобы вызвать такого типа ожог. И есть работа во Франции, которая показала, что где-то до 37% инструментов имеют такой дефект изоляции, и существуют коммерческие специальные аппараты для детекции дефекта изоляции. Но такое логичное заключение все-таки лучше использовать одноразовые инструменты полностью и ни в коем случае не нажимать на педаль, если все части экрана, если все части инструмента не в поле зрения находятся. И вот о чем я хотел поговорить еще также чуть-чуть детальнее, так называемый накопительный перенос. То есть сам инструмент, он не является источником ожога, а тракар, металлический тракар, 5-миллиметровый тракар. Это уже мы возвращаемся к базовой физике. Когда переменный ток проходит в цепи, инструмент, в котором проходит этот переменный ток, он сам находится в металлическом тракаре, то металлический тракар, он накапливает, он является накопителем энергии и происходит разряд. Если разряд происходит в стенке брюшной, практически ничего, никаких последствий не будет. Но если произойдет разряд на уровне кишки, то тогда будет перфорация. Я быстро проскочил первый слайд. Это связано с тем, что нужно вспомнить, что такое конденсатор. Конденсатор – это такие приспособления для накопления электрической энергии. И конденсатор, они всегда состоят из металлической пластины и изолятора. Металлическая пластина – изолятор, металлическая пластина – изолятор. Когда энергия, электрическая энергия проходит в одной металлической пластине, которая изолирована от второй, то есть прямого контакта нет, во второй, которая изолирована, происходит накопление также электронов. Это называется также по-другому индукцией. Поэтому в этом примере вот эта часть, она металлическая, и это тракар. То есть ожог вызывается тракаром из-за того, что в нем происходит накопление. Накопление. Также можно увидеть, видите, тут нет дефекта изоляции, тут обжигает тракар. Почему тракар обжигает? Потому что он не разряжается в брюшной стенке. Почему? Потому что я его изолировал пластиком. Пластик симулирует тракар пластический. То есть ток не может разрядиться в стенке брюшной, он разряжается прямо через тракар. Можете представить, если такой разряд происходит в брюшной полости на уровне кишки. Батону Ревас. Такой может зайти с сингл-портом. Если Батону Ревас, может быть, у меня еще минут, потому что мы сказали два часа, но мне нужно еще хотя бы 20 минут, чтобы все подоплужить, и мы поздно начали. Я не против. Это бывший с пластическими тракарами. Такое может произойти только с металлическими. Да? Батону Ревас. Да. Если зум нас не выкинет, то лично я не против. Давайте продолжим. Хорошо, хорошо. У меня 20 минут. Все зависит от зума. Я увлекся. Кстати, этот же феномен происходит в монополярной гистроскопии. Это описано давно. Почему в монополярной гистроскопии? Потому что там наружная часть, наружный тубус и внутренний тубус, и наружный, и внутренний тубус, они изолированы в монополярной гистроскопии, потому что в монополярной гистроскопии циркулирует жидкость неэлектролитическая, это основа монополярной гистероскопии, и в некоторых ситуациях наружный тубус, когда мы нажимаем на педаль, может заряжаться, и разрядка происходит на уровне влагалища или на уровне вульвы. Вот эта известная статья насчет ожога генитального тракта во время эндометриальной аблации, 13 случаев описано в Штатах и в Канаде, и как раз один из механизмов, они провели экспериментальные работы, это есть как раз capacity coupling, то есть это накопительный перенос энергии в металлическую наружную часть, или тракар, или наружный тубус гистероскопа, и может быть это является также одним из аргументов в пользу биполярной электрохирургии, вообще и в лапароскопии, и в гистероскопии. И вот эта таблица подытоживает, если посмотреть, осложнение риски однозначно больше у монополяра, у биполяра в основном это может быть дефект изоляции, когда случайно непреднамеренно нажали на педаль, можно вызвать биполяром тоже ожог, если непреднамеренно коснуться кишки особенно. И конечно, если шнуры, может утечка электрического тока через шнуры, это уже наружные ожоги на уровне кожи, это уже вопрос изоляции и использования шнуром. И последняя глава, до последней главы, конечно, параметры. Сегодняшние параметры, они минимальные от 35 до 45 ваттов на биполяре и в режиме резания максимум 70 ватт и эффект один. Эффект соответствует чему? Эффект соответствует вольтажу. Чем меньше вольтаж, тем меньше рисков и тем лучше для резания. И, конечно, ключевое слово – адаптация. Надо адаптировать мощность всегда к электроду и тканям. И последнее. Это касается не только хирургии. Сегодня надо смотреть, что пишет производитель. И, например, для Руби прямо написано для Руби биполяра максимальный ватт 40 и эффект 4-5. И вот последняя модель РБ Вайо, потому что у нас было РБ, есть тренинг-центры от ОКОН, но в больнице исторически у нас РБ. И то, что я говорил, на последней модели вообще мощности исчезли, эффект тоже исчез. И есть такие параметры, даже можно сказать, это возврат в прошлое, когда на первых генераторах, если вы помните, были параметры от 1 до 7. То же самое. Тут от 1 до 7 или, по-моему, до 10. В любом случае, для биполяра 4,5 или 4, и для монополяра в режиме резания 2. Это уже установка такая условная. Это не мощность в ваттах, это не эффект в вольтах, это условные параметры. И производители решили, чтобы не жонглировать эффекты, мощность и так далее. Прямо выставляют цифры 1, 2, 3, 4, 5. Для биполяра это 4, 4,5 и для монополяра 2, 2,5. И два слова все-таки о дыме, потому что чем меньше мощность, так же меньше дыма. И это уже в рекомендациях тоже написано. И вопросы дыма начались с ковидом. Вы все помните, что вначале были большие даже опасения, что дым будет распространять ковид. Но это не было никогда доказано. Когда такая паника прошла, мы вначале делали доклады насчет того, что дыме в основном это, конечно, пар 95%, 5% только частицы. Но эти 5% частиц, они могут быть и физическими. Это, конечно, частицы угольные, как в угольной пыли. И дым, как в табачном дыме, абсолютно такой же содержимый угольной пыли. Могут быть химические параметры, разные канцерогены и биологические микробы и вирусы. Но нет в мире ни одной работы, которая бы показала наличие вируса SARS-CoV-2 в дыме. Есть старые работы, которые показали наличие папиллома вируса. Есть работы, которые показали наличие вируса СПИДа. Но нет работы, потому что я постоянно смотрю, которые мы нашли в дыме вируса SARS-CoV-2. Потому что все-таки виремия, то есть наличие в крови вируса встречается редко. Это очень тяжелых больных, которых мы не оперируем просто. А у других пациентов в крови вируса нет. Но все-таки все вот этот анализ литературы опять раз напомнил нам, что все-таки больше всего дыма у монополяра. То есть тут то, что вы видите, это видимость. Видимость. То есть та самая лучшая видимость у биполяра – это базовая видимость вообще без энергии. Самая лучшая видимость у биполяра, потому что меньше всего дыма у биполяра. Потом идет гармоник и монополяр на последнем месте. То есть монополяр производит дым, который 82 раза более концентрирован по сравнению с дымом, который производит биполяр. Очень долго я могу об этом говорить. Все изучено, есть разные канцерогены, но сразу могу сказать бензин, бутаден и так далее. К счастью, концентрация низкая. То есть для конкретной операции концентрация низкая. Но во всех статьях написано, для операционного персонала, особенно для медсестер, когда мы выпускаем дым через тракары, это представляет большую опасность, потому что они остаются постоянно в операционной. Чего может уйти, выйти и так далее, для него меньше риска. Поэтому постепенно во всех рекомендациях всех стран появляется параграф о том, что запрещено выпускать дым операционный в операционную. И нужно использовать откачиватели и отсосы дыма. И очень интересная была работа, видите, с использованием инфракрасных камер, английская работа, которая показывает, что они тестировали разные тракары. Особенно опасен момент, даже если вы не выпускаете дым через краники, в моменте, когда вы убираете инструмент, убираете инструмент из тракара, клапаны любых тракаров, они тестировали разные клапаны, любых тракаров остаются открытыми. То есть, что бы мы ни делали, все равно дым будет уходить как раз в моменте, когда мы убираем инструмент или заходим инструментом. Поэтому уже давно есть работы насчет того, что надо использовать откачиватели дыма, смок-эвакуаторы, эвакуаторы дыма. Лучше использовать автоматически. И вот мы уже больше года, я долго боролся, чтобы получить этот откачиватель дыма. S-Pilot, он очень удобен. Я его использую всегда при большой хребе, когда использую монополяр, особенно. Что касается автоматического режима, что такое автоматический режим. То есть, специальный воздуховод подключается к одному из рабочих тракаров. Он проходит через S-Pilot, который открывает и закрывает клапан. И шнур, он подключен к отсосу, к центральному отсосу. То есть, когда нужно убрать дым, или ассистент нажимает на педаль, то есть, это ручное или ножное управление, можно сказать. Но идеальным является автоматическое. Что такое автоматическое? S-Pilot подключается одним простым шнуром к автокону. И каждый раз, когда мы нажимаем на педаль, он включается. То есть, дым сразу откачивается и убирается из брюшной полости. Вот я показываю, как это работает. При нажатии на педаль тут клапан открывается, и дым уходит. И когда он подключен автоматически, то тогда он включается, когда я нажимаю на педаль электрического генератора. И это пример как раз выделения спайк. Видите, дым. Я специально подхожу оптикой близко, но дым уходит сразу. И очень важно, чтобы вы подключили его к латеральному тракару, чтобы дым уходил в сторону от оптики. То есть, дым уходил в сторону латерального тракара, чтобы он не был перед оптикой. Это очень важная деталь. Надо подключать к латеральному тракару. И два слова о якобы новых энергиях. Мы говорили, что такое легошур. Легошур на самом деле – это биполяр, который контролирует сопротивление. И были работы, где, видите, тут роби-биполяр. Роби-биполяр дает такую же гистологию на уровне ткани, как легошур. То есть, в начале в рекламе легошур говорил, что лучшая гистология, лучше свариваются ткани. Абсолютно та же гистология на уровне сварки ткани. Может быть, преимуществом некоторые считают то, что режет одновременно. Но я сказал, лучше разделить резание от коагуляции. Хотя есть ситуации, когда это очень удобно и интересно. Например, когда мы делаем, опять я повторюсь, резекцию кишечника. Им надо много сосудистых стволов одновременно перерезать и скоагулировать. Как работает так же? Он не только проверяет сопротивление и останавливается, но также он подстраивается под сопротивление ткани. То есть, когда в начале сопротивление низкое, то мощность максимальная. Потом плато мощности. И когда ткани скоагулированы, полная мощность не нужна. Поэтому мощность уменьшается. Это называется Instant Response Technology. То есть, мощность подстраивается под сопротивление тканей. И поэтому как раз в новых генераторах уже даже мощность не выставляют, как я показывал, а просто такие единицы, условные единицы. А то, что в рекламе написано, что нет латеральной коагуляции, я вам уже показал, что даже с биполяром такой латеральной коагуляции нет. Это наглядно просто видно на этом примере. Я хочу чуть-чуть больше остановиться на ультразвуке, потому что, да, есть модели интересные для открытой круги и так далее. Реклам на самом деле на том же самом принципе работает. Enseal чуть-чуть на другом принципе работает. Но я хочу чуть-чуть больше рассказать об ультразвуке. Почему ультразвук интересен? Потому что ультразвук – это мнение. Я даже считаю, что это необходимое дополнение к электрохирургии, особенно когда делается много онкологии и грибоковая эндометриоза. Почему? Что такое ультразвуковой скальпель? Это переход электрической энергии в вибрацию. То есть генератор электрический подает электрический ток в пейзоэлектрическую часть, которая вибрирует при прохождении переменного тока. А потом просто металлический стержень, который вибрирует вот с этой мощностью, и 55 тысяч, и не с мощностью, а с частотой. 55 тысяч 500 Гц у Этикона, 22 тысячи Гц у Олимпуса. В любом случае, это так называемая ультразвуковая вибрация, которая не слышна для ухта и не видна, конечно. И этот металлический стержень просто вибрации, просто вибрации разрывает в ткани. Это первый такой механический эффект от разрыва ткани, такой высокочастотный, это элементарно. Поэтому можно резать ультразвуков все, что вы хотите, дерево, пластмассу. Но самое интересное, у ультразвука есть второй эффект резания, так называемая кавитация. Что такое кавитация? Когда в жидкость мы вводим ультразвуковой инструмент или прикладываем снаружи, то в жидкости под вибрацией образуются полости, кавитейшин, кавиты, полость, и в этих полостях газ. И когда мы продолжаем этот эффект, то много полостей накапливаются с газом, и они разрывают ткани. То есть у ультразвука двойной механизм резания, механический и кавитационный. Поэтому ультразвук – идеальный механизм для резания. Вот это здесь кавитация. Кавитация – это образование полости в тканях. И это мы видим в хирургии, когда, видите, вот так идет газ. Это из-за разрыва ткани, из-за кавитационного эффекта. Но опять профессионал должен понимать, когда к нему приходит представитель фирмы и говорит, что кавитация – это замечательно для диссекции. Я говорю, для меня это не так интересно, потому что, если обратите внимание в этой диссекции, при гистеректомии, газ уходит в сторону матки. Мне это не нужно, мне нужна диссекция в сторону пузыря. В этом вся проблема. В этом инструменты не полностью нам подчиняются. Кавитационный эффект пойдет туда, куда захочется газу пойти по принципу меньшего сопротивления ткани. Поэтому не это меня так интересует. В конкретной ситуации меня интересует то, что если с электричеством всегда есть сопротивление и электрический ток хуже работает в жировой ткани, в спайках, в сальнике, то есть этот эффект уменьшается, для ультразвука этого феномена нет. Поэтому ультразвук идеален в тех ситуациях, когда у нас много жировой ткани, то есть аминтектомия, аминтадоминтектомия и так далее. Поэтому сегодня это является, можно сказать, дополнительным, обязательным инструментом продвинутой хирургии, резекции кишечника, онкология. Минус ультразвука в том, что он все-таки хуже коагулирует, потому что меньше термический эффект, и нет сокращения эластина, и поэтому нет эффекта сваривания тканей. Это все знают. Есть работы сравнительные, которые показали, что все-таки с точки зрения коагуляции это не самый идеальный инструмент. Тут сравнение разных методов геностаза и все-таки шитье на первом месте. Эти цифры – это разрыв ткани, при каких давлениях ткани разрываются. 900 – это давление максимальное, на котором разрываются сосуды, на которых наложен аллиготур. Вот видите, лучше этого не бывает. Клипсы – хуже, эндостаплет еще хуже, 310. Гармонический на последнем месте, гармонический скальпель – 205. Биполяр – он намного лучше, 601. Почему все это важно? Это известно давно. То есть это пример того, что для меня это, например, дорогие ножницы. Для биполяр все-таки он необходим, а микрозвуком можно резать, я бы делал то же самое, ножницами, но в любом случае это наши операционные, они навсегда имеются. И есть, конечно, более продвинутые современные, которые лучше делают геностаз. Есть у Ковидиана интересный инструмент, у которого нет шнура для подключения, он полностью автономный, он работает на батарее, которую можно заряжать. Это очень интересный инструмент с этой точки зрения, он полностью автономный. И вот этот инструмент, мы работаем с этой фирмой, но надо все-таки сказать два слова. Сколько лет мы повторяем, биполяр идеален для коагуляции, у ультразвука идеален для резания, и в тендербиты у Олимпуса как раз объединены оба. Металлический стержень, который вибрирует, я сказал, что это металлический стержень, он вибрирует в, так сказать, функции ультразвука, а функции биполяра, металлический стержень, он одна из браншей биполяра, потому что вторая бранша, она металлическая и ток проходит. То есть можно комбинировать биполяр и ультразвук. И этот инструмент тоже интересен для тех ситуаций, когда нужно одновременно резать. Это пример радикальной гистеректомии, оперирующей Алиш Мунтанбекар, я снимал с экрана, и тем же самым инструментом он лучше делает гемостаз, потому что все-таки биполяр, функции биполяра, он лучше делает гемостаз. Есть все сравнительные работы, которые показывают, что в режиме гемостаза биполяра это очень хороший инструмент. И последнее. Последнее. Все-таки не надо забывать о том, что у гармонического скальпеля или ультразвука меньше термический эффект, но он присутствует. Это показывает импрокрасная камера. Но смотрите разницу. В лигошуре термический эффект идет в ткани. Видите, ткани нагреваются. Видите, как ткани нагреваются. Когда используется ультразвуковой инструмент, ткани меньше нагреваются однозначно, но сам инструмент нагревается. Это однозначно. Все такие работы показывают. Монополяр сравнивается с левой стороны ультразвук. Видите, ткани не нагреваются, но сам инструмент нагревается. Это очень важно. Почему? Потому что все задавали себе вопросом, как быстро охлаждаются инструменты, то есть остаточное тепло на разных инструментах электрохирургических. И в этой работе как раз смотрели, как быстро охлаждаются инструменты, когда переставали нажимать на педаль или на кнопки. И оказалось, что все инструменты электрохирургические, биполяр, монополяр, они охлаждаются, когда не нажимаем на педаль. Единственный инструмент, который нагревается, – ультразвук. И нужно где-то 20-30 секунд, пока он опустится, раньше уменьшится до 30 градусов, что допустимо, потому что если вы прикоснетесь к тканям 40 градусов и больше, можно перфорировать. Есть работы, которые показали, что как раз во время отключения инструмента, дезактивации инструмента, ультразвук нагревается до 200 градусов. Почему я на этом настаиваю и хотел об этом сказать? Да, меньше термический эффект на тканях, поэтому чуть-чуть более он безопасен, но ни в коем случае не надо ничего касаться, когда вы уже не нажимаете на педаль. То есть вам психологически кажется, инструмент неактивен, но как раз в это время он нагревается. Сложный механизм объяснения, если просто так подытожить, можно сказать, что когда это механическая энергия, энергия не исчезает. Когда вы останавливаете вибрацию, вибрация переходит в тепло, и все. И два слова, и вот я сделал маленький эксперимент, скрываю брюшину при формантофиксации, то есть я сейчас нажимаю на педаль, чтобы получить эффект, потом считаю. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, где-то десяти секунд. И надо мне верить, я не нажимаю на педаль, но видите, вот такой эффект на мышечной ткани домка матки. И представьте, что случайно сразу после отключения, видите, потом уже охлаждается, сразу после отключения коснуться кишки, мочеточника, преминфонектомии или сосуда можно также ранить. И это объясняет некоторые осложнения, когда вот тут, например, не было такого грубого движения, но в глубине мы коснулись преминфонектомии внутренней и подвздошной вены после того, как использовали сразу, буквально через несколько секунд. Поэтому надо об этом помнить. И два слова о таких гаджетах. Я всегда повторяю, технология интересна, но для меня интересует тут вкус. То есть форма, она интересна, как получает технологически, но меня интересует вкус, и я не уверен, что вкус лучше, да, такой бесформенный, бесформенного арбуза. Например, аргоноплазменная коагуляция, надо хорошо понять, интересный вид энергии. Но аргоноплазменная коагуляция, я даже официально нашел на русском языке, аргоноплазменная коагуляция – это электрическая нейтральная область и так далее, но это электрокоагуляция. То есть аргоноплазменная коагуляция – это просто плазма, используется для передачи электрона, то есть это высоковольтажный монополяр. И видите, вот этот цвет, он очень важен, и такое глубокое поражение ткани меня не интересует. Может быть, есть какие-то нишевые показания, но для той херги, которую мы делаем, это очень-очень мало показаний. Очень мало показаний. Не надо забывать о том, что также вы вводите аргон, то есть дополнительно вводите газ, брюшную полость и так далее. Можно долго говорить, но, например, вот этого делать не надо. Когда яичник после удаления эндометриома в конце чуть-чуть подкравливают, я лично предпочитаю оставить этот яичник без коагуляции, потому что большого кровотечения нет. Это становится тем, чем пропустить полностью электроны через яичник, и этот яичник уже не крабит однозначно, но он обуглен, и он не будет работать, потому что это монополяр. Просто электроны уходят через плазму в ткани яичника, и потом они уходят к обратному электрону. Надо это понимать. Есть плазма-джет. Плазма-джет – это чистая плазма, где никакой электрической энергии нет. Это четвертая стадия материи, когда нагреванием от твердого получаем жидкость, жидкость нагреванием, мы получаем газ, и потом еще, если добавить энергию к газу, получается плазма. То есть плазма – такая нейтральная смесь, коктейль положительных и отрицательных зарядов, но на уровне ткани никакого электрического эффекта нет. То есть это представляется, с одной стороны, как как раз что-то интересное. Вот говорят, нет фарадического, но фарадического эффекта и так нет. То есть это ложный такой аргумент. Используется для эндометриоза, особенно его популяризирует Орос Роман во Франции, для лечения эндометриоза, для шейлинга и так далее. Но я не знаю, эстетически мне это не нравится, обугливание ткани. Хотя потом, когда ткани смываются, якобы это поверхностное обугливание. Но в любом случае, для меня это не является большим преимуществом по сравнению с биполяром ножницами. Это видео от Арно Баттеза. Почему я настаиваю на этом? Все-таки не из самых худших хирург в мире. У него была перфорация облазмоджетом сосуда, потому что все-таки глубину проникновения тоже не так легко контролировать. И у нас была как раз русская группа, когда я сделал такой маленький эксперимент. Я прожег вот этот толкатель мешков. Видите, наружная оболочка зеленая, внутренняя белая. И очень легко можно прожечь даже такие нейтральные ткани. И мы все помним из школьного курса есть такой сохранение энергии. Когда говорят сторонники плазмы, что нет, это холодная плазма, нет энергии на уровне ткани, я извиняюсь, но это незнание элементарных баз термодинамики, закон сохранения энергии. Закон не исчезает, он переходит просто из одной формы в другую. И термическая энергия, она в любом случае где-то когда-то себя проявит. Почему я это все показываю? Это не к тому, чтобы говорить, что нельзя использовать, не надо. Надо знать плюсы, минусы. И в современном мире надо все-таки оставаться открытым, потому что каждый день мы это видим. Технологии все-таки позволяют делать замечательные вещи, намного лучше, проще, быстрее. Для меня это очень важно. Если технология не позволяет делать лучше, быстрее, качественнее, то да, интересная технология, но она в хирургии меня не так притягивает. Например, роботы. Да, красиво, очень впечатляет, но сейчас это другая тематика. Никто не наказал, что если есть навык, опыт лапароскопии, можно делать лучше и дешевле по сравнению с роботом. То есть робота можно делать дешевле и лучше по сравнению с стандартной лапароскопией. И для стандартной лапароскопии у нас есть такие инструменты, но я предпочитаю, нет такого выбора каждый день, я предпочитаю все-таки стандартные. Стандартные – это, конечно, биполяр, это монополяр и это ультразвук. Почему? Потому что хирургия – это все-таки гемостаз, диссекция и захват. Биполяром можно делать гемостаз, диссекцию, захватывая ткани. Монополяром можно делать резание, диссекцию, гемостаз, использование ножниц или зажимов. И ультразвук идеальный, как я вам сказал, для резания, диссекции, гемостаза. Что нам еще нужно в хирургии? Можно вот всеми этими инструментами замечательно работать и делать хорошую хирургию, качественную, безопасную и недорогую. Когда я говорю недорогую, это не означает, что плохого качества. К сожалению, иногда это считается синонимом – недорогая, плохая. Нет, сегодня, я думаю, важно, очень важно экономить в медицине. Мы это видим каждый день. Поэтому нужно помнить определенные правила. Нужно элементарно использовать инструменты с хорошей изоляцией. Нужно использовать минимальные параметры, мощность минимальную, мощный вольтаж минимальный. То есть режим резания не использовать, а не режим коагуляции. Долго не оставаться на тканях. То есть использовать такую минимальную активацию. Не нажимать на педаль, когда далеко находимся от ткани. И, конечно, быть очень осторожным, когда находимся рядом с такими структурами, как мочеточник, сосуды, кишка. И, конечно, главное, опять-таки, возвращаемся к философии. Надо знать технологию, но не надо становиться рабом технологии. То есть надо развивать хирургическую технику, свою собственную, но не надо становиться рабом технологии. Пожалуйста, если имеются вопросы. Нет, вопросов нет. Все благодарят. Спасибо вам большое за такую содержательную, очень нужную лекцию. И, насколько я помню, у нас третья лекция данного цикла запланирована на 28 октября. По-моему, да. Так что всех ждем. Пожалуйста, будет сделан, как и в предыдущие разы, анонс. Всем большое спасибо, кто присутствовали, кто остались с нами до конца. И еще раз очень-очень большое спасибо вам, Патонор Иванович Георгиевич. Спасибо большое еще раз, Патонор Иванович. Спасибо всем за терпение. До следующей встречи. Спасибо и до следующей встречи. На следующий раз возьмем на полчаса больше времени. Нет. Я бы еще подольше поговорил, потому что все-таки давно не общался с коллегами. Все, спасибо. Все устали. Спасибо, спасибо всем. Спасибо. Дальше. Дальше. Спасибо.